Наша команда делает очень большое дело для Яндекса. Она зарабатывает ему деньги. А ты вообще норм по сравнению с ними? Say it to you, we make it. Мы на шоу «Один на один», где ребята из Яндекса делятся друг с другом всякими классными ответами и лайфхаками про профессии, с аудиторией в том числе. Ань, привет. Привет, Саша. Сегодня будем разговаривать с тобой про продажи. Будем в рамках шоу смотреть на каверзные вопросы, пытаться на них найти правильные ответы. Нам надо с тобой решить, кто будет первым. Давай. Давай на ЦУФА. Давай. Итак, первый вопрос. Что можете рассказать про вашего собеседника? Это, получается, ты отвечаешь? Да. Ты работаешь в «Облаке», в самом нашем сложном, загадочном и прекрасном продукте. Что ты работаешь с интерпрайз-клиентами, то есть с большими клиентами, которые делают большие сделки. Это вот то, что я успела про тебя запомнить. Класс. Ну, смотри, я поняла так, что ты работаешь в Яндекс.Рекламе. Работаешь с клиентами, с достаточно крупными клиентами и сегментами «Энтерпрайз» и «СМБ». Только с «Энтерпрайз». Только с «Энтерпрайз». Только с «Энтерпрайз». Поэтому мы еще более похожи. «Онли» «Энтерпрайз», да. И ты как раз вот придумываешь некоторые систематичные инструменты работы с разными субиндустриями в «Энтерпрайзе», ну, как бы не классическими, так сказать. Все так. Да, все верно. Так, наверное, можно открыть следующий вопрос. Саша, расскажи мне, пожалуйста, как ты пришла в продажи? Ох, ну, на самом деле, в продажи я пришла абсолютно спонтанно. Это было начало третьего курса. Это было точно неосознанное решение. Мне кажется, эта профессия скорее выбрала меня. Мне нужно было просто платить за квартиру, которую я начала снимать вместе тогда с модным человеком. Я пошла, значит, искать работу. И я попала на стажировку в отдел развития нового бизнеса. Что такое развитие нового бизнеса, я тогда, если честно, абсолютно не знала. Какой из них старый? Где новый? Старый, новый бизнес, что развивать, как развивать. Ну, в общем, я не понимала ничего. Я знала, что мне нужно просто заработать денег, что я хочу работать в международной компании, как бы. И вот как-то все сошлось. Только после этого я поняла, «Ага, мне нужно, значит, работать с клиентами, делать какие-то холодные звонки, что-то вот такое». Но отматывая, опять же, вот на тот период времени, я понимаю, что я просто обладала некоторым начальным таким базовым скиллсетом, который точно пригодится любому продавцу, и, собственно, который мы в Яндексе ищем у каждого кандидата, который приходит собеседоваться на силовые позиции. Вот поэтому так как-то легко мы с этой профессией соединились и идем уже вот так рука об руку 10 лет. Какая трогательная история взаимоотношений. У меня, на самом деле, тоже довольно долгая история взаимоотношений с продажами. Потому что сначала я работала и в аудите в четверке, потому что я оканчивала бухгалтерский учет. В банках я работала, понимала, что все это не мое. И при этом я понимала, что мне нравится технологичность. И я смотрела вот именно на какие-то компании, которые делают IT-продукты. И после МГИМО я сразу устроилась в Вайбер. Мы продавали там стикер-паки. Кто-то покупает стикер? Не просто кто-то, а все на свете, оказывается, покупают стикер-паки. И это была школа жизни, на самом деле, которая меня очень многому научила. Большая часть навыков продаж у меня вот оттуда, когда нужно было действительно понимать в моменте статус сделки. Ты понимаешь, как устроен рекламный рынок, продажный рынок, что есть клиенты, есть их агентства, какие у них там воронки и все вот это. И так дальше я вот из Вайбера потом перешла в Гугл, тоже в продаже рекламы. Там я больше погрузилась в продуктовую историю. И дальше из Гугла вот ребята меня пригласили. Я пришла в Яндекс очень довольна. Вот уже скоро получается я 7 лет. 7 лет в Яндексе? Нет, 7 лет в продажу. 7 лет в продажу. 3 года в Яндексе. Супер. 3,5. Как быстро летит время? Твоя очередь. Следующий вопрос. Итак. Сейчас я немножечко... Надо было ногти отращивать перед этим выпуском. Не предупредили. Не предупредили, да. Хотя нас предупреждали, что в белом нельзя. Значит, продавали ли вы ручку на собеседовании? Кажется, что если вы идете работать, точнее претендуете на то, чтобы попасть на позицию в хорошую компанию, ручку вы продавать там не будете. Но точно нужно быть готовым к тому, что придя на собеседование, ты как бы должен попытаться, по крайней мере, поиграть в продажу продукта, который эта компания продвигает. И ты должен быть готов при этом к тому, что ты про этот продукт ничего не знаешь. Ну, продукты в разных компаниях могут для тебя составлять какое-то просто невероятное космическое пространство непонятного чего-то. Все так. И на самом деле, мне кажется еще, что продажные скиллы помогают практически в любой индустрии пройти собеседование. Они мне по жизни, мне кажется, помогают практически всегда. Везде. Правда, потому что у меня есть веселая история, как я устраивала свой аудит, и я не знала ничего про бухгалтерский учет. Это было до того, как я начала учиться именно на специализации, так я окончила просто экономику. И мне пришлось что-то придумывать, как ты готовишься, как ты сказала. Все равно хоть что-то нужно было принести с собой. Сделай вид. Да, да. Fake it till we make it. Вот. И я принесла с тобой книжку про финансы, которую очень нарочито читала перед тем, как интервьюер зашел в аудиторию. И начался разговор про то, что что это за книжка? А что это вы читаете? Я такая, ой-ой-ой, знаете, знаете. И на самом деле это была как бы вот моя подготовка к собеседованию в том, что я должна была показать хоть какой-то навык продаж, общение с клиентами. Воудить — это тоже важно. Вот. Так что готовьтесь к собеседованиям. Знайте что-то про продукт. Если ничего не знаете, знайте свои сильные стороны и умейте их использовать. Все верно. И, кстати, вот я, работая в Яндексе, про собеседовала достаточно много ребят как раз, которые вот претендуют на начальные позиции в продажах. Я всегда делаю это в формате, ну, некоторой такой ролевой игры, где я клиент потенциальный, да, а, собственно, там ребята, которые сидят в аудитории, там, несколько, я обычно командные такие бизнес-игры провожу, они вот, собственно, должны представить мне некоторый алгоритм, как этому клиенту можно что-то продать. И на самом деле самое крутое, когда кто-то самый смелый, обычный, самый активный, предлагает провести, ну, некоторый живой диалог. Он, например, там говорит, я бы позвонил. Я говорю, давай звони. Вот, прямо сейчас звони. Вот, я клиент, ты мне звонишь, и я проигрываю с ним сразу этот диалог. И неважно на самом деле, насколько глубоко он успел погрузиться в потенциальный продукт, о котором идет речь, будь то «Облако», «Яндекс.360 для бизнеса», там, неважно. По разным продуктам мы проводим собеседование. Важно, насколько он, вот, исходя из его скиллсета изначального, круто проводит вот этот диалог, собственно. И те ребята, которые наиболее смело, наиболее ярко со мной, как с клиентом, общаются, и кто задает максимальное количество вопросов, обычно, собственно, относительно этих ребят, я и принимаю решение, например, забирать их дальше. Давай поедем дальше. Что именно вы продаете? Давайте я вот так сделаю. Я работаю в «Яндекс.Клауд». У нас есть много классных, прорывных, абсолютно облачных сервисов, которые позволяют клиентам растить их бизнес. Но я, если честно, когда думаю о том, что конкретно я продаю, я не размышляю в формате этих продуктов. Я размышляю в формате того, а что я даю клиенту, какую дополнительную ценность клиент получает, общаясь со мной, как с аккаунт-менеджером, и с «Яндекс.Клауд», как с облачной платформой. И отвечая на этот вопрос, я бы, наверное, сказала, что я продаю технологическое партнерство, так как все-таки сейчас на российском рынке достаточно сложно найти крепкого стратегического партнера, которому ты будешь доверять, ты будешь абсолютно уверен в том, что он тебя не бросит, не уйдет, не развернется, и который заинтересован, в первую очередь, в том, чтобы свой бизнес в стране наращивать, и опосредованно твой в том числе. Соответственно, мы сейчас, мне кажется, с нашими крупными клиентами попадаем в такую взаимозависимую ситуацию. Они точно надеются на то, что «Яндекс.Россия» будет развиваться, и мы хотим, чтобы развивались наши клиенты. Соответственно, я предлагаю не просто какие-то сервисы и продукты, я предлагаю партнерство. Что я продаю? Рекламу на всех сервисах «Яндекса», где есть площадки для монетизации. Это, на самом деле, довольно сложный продукт. Реклама звучит довольно, ну, как будто бы понятно, но когда ты начинаешь вкапываться в то, что ты продаешь, там невероятная просто машинка, там огромные механизмы машинного обучения и очень много факторов, которые зашиты под капотом, для того, чтобы как раз вот и связать пользователя с конечным товароуслугой, чтобы найти этого пользователя, чтобы понять, что ему показывать. Правда, сложно, очень много всего нужно знать. И мне кажется, в Директе особенно каждый день выходят какие-то обновления, каждый день выходит что-то. Вот тут эта кнопка была здесь, а теперь мы умеем из этого пользователя понимать какие-то данные. Вот, так что продаем большую, интересную, очень полезную штуку. Пойдем дальше? Давай. Итак, как ваша команда помогает бизнесу? Наша команда делает очень большое дело для «Яндекса». Она зарабатывает ему деньги. У нас очень большие бюджеты, которые позволяют вообще функционировать «Яндексу» как бизнесу. И это, правда, помогает чувствовать свою значимость, чувствовать свою полезность для компании. Ты понимаешь, что это позволяет лавке добавлять новые товары, ровером ездить по улице, потому что у нас есть деньги на то, чтобы все это придумывать, делать, реализовывать. Передает такой, ты такой, какой я молодец. Делаешь большое дело. Да, все так. Какая польза твоя команда приносит? Я, если честно, этот вопрос поняла немного по-другому. У меня в голове, знаешь, сложилась сразу концепция, а как именно команда продавцов помогает бизнесу, клиенту? Тогда я отвечу на вопрос, как я его поняла, да? Для меня сейл вообще, сейл, продавец, аккаунт-менеджер, называйте, как хотите, это некий такой, знаешь, оркестратор. То есть это человек, который соединяет через себя большое количество разных смежных команд, отвечающих за продукт, за маркетинг, за техническую поддержку, за клиентский сервис, за разработку и так далее. И, собственно, это, ну, некоторую выжимку из этого знания, из этих процессов передает клиенту, как вот некоторый такой, ну, законченный продукт, состоящий из сервисов Яндекс.Клауд, из внутренней экспертизы, из тех консультаций, которые мы можем оказать. И, собственно, мы являемся таким как-то связующим звеном ключевым вообще, не только в Яндекс.Клауд, мне кажется, в принципе, там, в Яндексе, в любой технологической компании коммерческий отдел является связующим звеном между рынком и продуктом. Все так, да. И когда я думаю об этом вот с этой точки зрения, я, конечно, понимаю, какая огромная ответственность на твоих плечах, тем более, если ты работаешь, как мы с тобой, с Enterprise-клиентами, да, то есть с, там, топ-100, наверное, топ-100, топ-200 российского рынка, любое твое действие, любое твое слово, любая твоя, не знаю, неудачно проведенная встреча или ошибка грамматическая в письме, ну, потенциально и в системе может сказаться на то, как вообще Яндекс воспринимается рынком или, там, отдельными индустриями. Ну, в общем, коммерческая команда помогает бизнес-клиенту расти, давая некоторую выжимку из того, что может дать Яндекс как партнер. Да, все так. Вот скорее так. Пойдем дальше? Давай, поехали. Ну, тут, конечно, на совесть. Саша, какими сделками в Яндексе вы гордитесь и почему? Понимаешь, у меня в портфеле всего 10 клиентов. Они все, каждый из них очень большие. И вот каждый из них приносит, ну, внушительную, достаточную долю, там, в выручку Яндекс Клауд как бизнеса. Соответственно, любая сделка с любым из этих клиентов будет для меня, ну, если вот в рамках такого вопроса размышлять, достаточно серьезная, важная, как бы, ну, в принципе, общением с любым из этих клиентов можно гордиться. Я знаю, это так, чтобы никто из клиентов не обиделся. Ты по этому отправишься? Нет, на самом деле не по этому, просто действительно. Знаешь, вот раньше, когда я в предыдущей компании работала, у меня был список, там, ну, 200-300 компаний, потому что я занималась и крупным бизнесом, там, и средним, и небольшим, вот как-то так. И когда мне такие вопросы задавали, я там козыряла, что я работаю с X5, я работаю со спортомастером, да я Тинькофф Инвестиции запускала, там, вместе с ребятами и так далее. Вот. Потому что, ну, это была какая-то выжимка из большого списка. Сейчас их немного, и я скорее думаю, а вот, опять же, ну, какие-то истории, какие-то прикольные кейсы, которые я с этими клиентами запускаю, как они на индустрию повлияют, и буду ли я гордиться тем, что я делаю сегодня, завтра. Ну, как-то так. Так, у нас, конечно, есть публичные кейсы на сайте Яндекс.Клауд, есть имена. Я работаю преимущественно с топ-ретейлерами и FOMCG-компаниями, там, из публичных это и Вкусная Точка, Ростикс, Кофф, Магнит, Леруа Мерлен и так далее. И вот, как бы, вот как ты можешь выбрать из этого небольшого, но очень значительного множества что-то одно? Все клиенты любимые, да? Как всегда. Нет. Какими сделками горжусь я, на самом деле, есть одна, которая, конечно, очень сильно выделяется в моей карьере. Мы с клиентом придумали здоровскую концепцию, которая оказалась и полезной бизнесу, и просто пользователям. Мы дали возможность детям придумать различные сервисы, которые можно в будущем создать в Яндексе. А Лего вот все вот эти сервисы потом собрали из кубиков. Там были какие-то погодные цветки, какие-то телепорты. И это очень здорово. Потом у нас был огромный лендинг на Яндекс.Маркете, который вот все вот эти модельки, собранные из Лего, показывал. Вот, наверное, это то, чем я горжусь, потому что это проект, который позволил мне, правда, почувствовать значимость того, что ты делаешь. Это очень здорово. Меня это вдохновило потом еще на целый год работы. Так что да, вот это, наверное, та сделка, которой я горжусь. Круто. Спасибо. Так. Дальше. Какие технологии помогают продавать сегодня? Самая главная технология, которая помогает, не за счет которой ты продаешь, а которая помогает в продажах, это наш огромный аналитический ресурс. Показы, клики и вся статистика, это довольно такое... Их не пощупать ты нигде, не можешь действительно вещественно доказать эффективность рекламы. Зачастую, зачастую. Особенно если это какая-то охватная реклама, которая работает на знание бренда. И вот как раз аналитические инструменты, которые оценивают, прогнозируют, которые позволяют помочь оценить эффект от рекламы, вот это то, что позволяет вести очень прицельный диалог с клиентом, потому что на любой вопрос, там, а что это мне даст, у тебя есть очень понятные ответы. Ребята, смотрите, вот доля аудитории, которую вы не охватываете, вот сколько вы еще можете продать, вот регионы, в которых вас ищут, а вы там не представлены, вот, поэтому, наверное, для меня это наш аналитический рекламный ресурс. Вот, что для тебя? Да. Ты знаешь, я, кстати, очень просто на этот вопрос могу ответить. Технологии Яндекса помогают продавать. Мне лично сегодня, мне кажется, большинству ребят из нашей команды, потому что все-таки, ну, Яндекс Клауд — это очень технологичный продукт, высоко технологичный, и на самом деле мы же выросли, как и многие B2B-продукты Яндекса, мы выросли изнутри. То есть у Яндекса была своя облачная платформа, на которой работал там ряд сервисов. Своя собственная облачная инфраструктура. И в какой-то момент великие умы Яндекса, основатели Яндекс Клауд решили вытащить этот продукт наружу. И когда ты продаешь такой высокотехнологичный продукт, ты должен быть абсолютно уверен в качестве этой технологии, потому что, ну, опять же, у тебя очень высокая ответственность перед клиентами, перед рынком. Их бизнес-критичные сервисы размещаются зачастую на инфраструктуре Яндекс Клауд. И, соответственно, у тебя как бы, ну, не должно возникать вообще ни единой мысли, что то, что ты предлагаешь, что инфраструктура, те сервисы, там, машинного обучения, искусственного интеллекта, виртуальные машины, неважно, что они будут работать. Конечно. Верить в продукт. Да, верить в продукт. Но когда ты работаешь в Яндексе, кажется, если честно, в продукт верить намного легче, чем в любой другой компании. Потому что мы, опять же, там сидим бок о бок с ребятами, которые занимаются этим продуктом. И когда ты видишь, как люди подходят к тому, чтобы эти технологии создавать, ну, ты приходишь в какой-то невероятный восторг. И с намного большей какой-то инициативой и верой идешь к клиентам. Давайте. И, да, и рассказываешь о каких-то там бизнес-сценариях, которые можно с технологиями поделать. Супер. Да, это классно. Едем дальше. Да. Саша, провокационный вопрос. Да, опять? Как и все остальные. Чем ты готова пожертвовать, чтобы сделка состоялась? Если ответить коротко на этот вопрос, то жертвовать, конечно, я ничем не готова. Но мы на самом деле в жизни жертвуем чем-то постоянно. Будь то физический уровень энергии, время, которое ты мог бы провести с семьей, не знаю, интерес, который мог бы реализоваться в учебе, в каких-то хобби и так далее. Вот, но, соответственно, когда ты работаешь над какими-то там сложными, стратегическими, классными проектами, конечно, ты жертвуешь своим ресурсом. Потому что ты не можешь, не вкладываясь, там, не знаю, ментально, психологически, физически, ты просто не можешь делать что-то крутое. Это вот какое-то мое такое глубинное убеждение. Но ты каждый раз себе задаешь вопрос, то, что я делаю сейчас, поможет мне завтра или нет. Соответственно, ты как бы в моменте решаешь, готов ли ты пожертвовать собой, там, своим, опять же, ресурсом, временем, иногда здоровьем ради этой сделки или нет. Здоровьем лучше не надо. Здоровьем, конечно, не надо, но ресурс, знаешь, для меня это какая-то такая комплексная история, которую здоровье, конечно, включает в том числе. Если ты не досыпаешь, рано приезжаешь на работу, как бы вот у тебя... Потом начинаешь смотреть видеоподкасты с сомнологами, которые говорят, как восстановить сон и так далее. Но, как бы, ребята, жизнь сложная штука. Если вы хотите работать в классной компании, вы должны как бы понимать, что все-таки без жертв нельзя. Я думаю, что я готова пожертвовать для того, чтобы сделка большая состоялась другими сделками. И это очень классный скилл, которому придется учиться в продажах. Это приоритизация, которая позволит тебе действительно оценивать весь твой ресурс, как ты говоришь, да? Понимать, где у тебя здоровье, где у тебя все сделки, где у тебя что. И правильно выставлять, как бы, вот эти блоки, на которые ты тратишь свое время. Очень важно понимать и уметь оценивать потенциал каждой сделки, каждого действия, к чему это приведет. И действительно, очень здорово работает, на самом деле, правило Паретта 80 на 20. Это правда так, это работает вообще, на самом деле, для меня во многих сферах жизни, что 20% усилий приносит 80% результата. Это правда. И на старте важно понимать, где вот эти вот 80% живут для того, чтобы именно на них сконцентрироваться, для того, чтобы именно на них, над ними работать и пожертвовать всем остальным. То есть это как будто вот просто приоритизация. Я иногда грешу тем, что могу пожертвовать своим сном. Это правда так, но тут дело не в том, что много работы, а дело в том, что я очень люблю то, что я делаю, мне очень интересно, мне нравится. Я просто понимаю иногда, что я просто не засну, пока я эту сделку, эту презентацию я не доделаю. Пока я не досчитаю там какие-то цифры для клиента, то я все равно буду лежать и думать о них. О, боже мой, вот тут вот нужно еще было вот это добавить. Так что да, иногда жертвую сном. Лучше так не делать. Так, теперь ты. Да, давай. Какие ошибки ты совершила, Аня, работая в Яндексе? Бывали случаи, я не могу назвать это какой-то одной большой ошибкой, слава богу. Давайте посучим по всем поверхностям, потому что моя ошибка стоит много миллионов. Давайте, потому что я работаю с деньгами в рекламе. Нельзя ошибаться. С точки зрения ошибок именно личных, это не всегда получается правильно выстроить рабочие процессы, не всегда правильно получается понять, что в моменте важнее. Ты начинаешь как будто бы очень сильно бежать куда-то и проходишь какую-то точку невозврата, когда уже ты столько туда вложил, что ты уже не можешь туда не доделать. Вот, и это все как снежный ком. Иногда вот как бы с таким сталкиваюсь. Опять же, не какая-то ошибка в моменте, а такой постоянный рост, постоянно ты такой себе, так, Аня, туда ли бежим, то ли делаем. Иногда, правда, отвечаешь себе, честно, на этот вопрос, что нет, что-то куда-то заехали, тебе нужно сдавать назад. Вот. У тебя. Ну, у меня тоже, если честно, нет какой-то такой вот одной ошибки, которая пришла на ум. Это тоже какая-то системная история. Потому что, работая в Яндексе, ты как бы понимаешь, что ты работаешь в квинтэссенции каких-то самых талантливых, на самом деле, людей. Ну, одних самых талантливых людей в этой стране. И хочешь, не хочешь, ты иногда смотришь вокруг и думаешь, а ты вообще, ну, норм по сравнению с ними. Потому что, опять же, ты ходишь, например, по внутреннему двору в Красной Розе, в нашем главном офисе, который вот буквально вот здесь вот у нас за стеклами. Видишь, как вокруг ходит много ребят с очень высокой концентрацией разума в глазах, так сказать. Ну, как-то, не знаю. И начинаешь себя чуть-чуть об них сравнивать, и боишься сделать что-то не так. Но это всегда держит, кстати, тебя в тонусе. Интересно, интересно. Так, последний вопрос. Аня. Так. Дай, пожалуйста, совет тем, кто хочет преуспеть в продажах. В продажах очень важно, ну, тут я не буду открывать Америку, понимать клиента. Понимать, что пытается тебе сказать клиент, какие у него свои потребности. Зачем он пришел на встречу? Не все на свете хотят купить рекламу или там тот товар, который вы пытаетесь продать. За каждым клиентом для нас стоит какой-то человек, у которого свои какие-то задачи, свои боли. И вот научиться понимать, что, какая потребность есть у человека с другой стороны стола. И вообще строить дальнейшую всю коммуникацию на том, что мы вам с этим поможем. И это вот, это тот навык, который вырабатывается годами. Это, на самом деле, вбирает в себя и эмпатию, и профессионализм, и умение быстро находить решения на какие-то нетривиальные боли. Это, правда, довольно сложно, потому что нужно научиться считывать людей. Действительно понимать, что за человеком, с которым ты ведешь диалог, с которым ты ведешь сделку. Это мой совет. Слушай, ну, на самом деле, твой совет максимально в точку. То есть тут мне даже сложно что-то добавить, потому что, ну, как бы продажи — это про выявление потребностей, это про понимание людей, про быстрое схватывание задач, которые стоят перед каждым отдельным человеком в компании. Будь то какие-то личные цели или цели на благо корпорации и так далее. Это, ну, какие-то такие очень мягкие навыки на кончиках пальцев. Но на самом деле я глубоко убеждена в том, что для продавца хард-скиллами являются софт-скиллы. Все так, да, это микс. И вот тут как бы совет в том, прокачивайте свои мягкие навыки, ребята, он, ну, наверное, будет вам немножечко бесполезным. Ну, просто можно посмотреть, послушать экспертов, понять, что входит вот в этот список каких-то мягких навыков СЛА. Активное слушание, умение задавать вопросы, выявление потребностей, понимание людей чуть глубже с психологической точки зрения того, что ими движет, когда ты сидишь на встрече, говорить, писать, делать презентации, аргументировать и так далее. Кажется, что есть достаточное количество техник и инструментов для того, чтобы поднабрать у себя побольше в этом скиллсет. Кажется, да, вопросы у нас закончились. Что хочется донести? Ребят, конечно, мы ждем вас в Яндексе. И самое главное, наверное, что вам нужно помнить, что бояться не стоит. Мне кажется, бояться точно вообще никогда не нужно по жизни, а поступать в Яндекс точно не нужно бояться, потому что мы все классные, мы ищем таких же классных, как и мы. Мы всегда радуемся, когда мы находим таких людей. Нас должно быть больше, так что обязательно приходите, мы вас ждем. Пока! Пока! Пока!